всем привет снова здравствуйте и по просьбе сделать механизму начинаем эти ролики будет несколько роликов что да как смотрим лайки дизлайки как обычно но система метод за патентовом погнали так первым делом что сделаем откроем ликбокс зайдем в тулы и надо найти какой нибудь подходящий персонаж вот этого возьмем вот он тут находится руки расставлены голова на месте ноги врозь все как положено все выбрали вытянули и с этим теперь поработаем вот такой у нас гражданин следом делаем make polymesh и теперь поработаем немножко маской так поставим control поставим маск вот вокруг из замаскируем от пардон теперь сделаем дубликат переключимся на первый саптул и делаем теперь вот так еще и вот так вот control и control в control shift выделяем все это дело вот такая штука получается делаем теперь геометрии делаем делал хидин и делаем close house все эту часть мы отправляем на экспорт так пардонте так эта часть сделана теперь переключаемся на саптул второй делаем дубликат ну еще дубликат пусть побольше их тут будет висеть так теперь включаем второй саптул снимаем маску отключаем первый саптул нужно теперь вот это нам часть вот именно вот это так все это дело маскируем вот так вот и маской вот так все это дело корректируем здесь тоже все надо замаскировать чтоб не осталось ни одной белой детали не закрашенной так вот такая штука получилось теперь контрол и жмем control в и повторяем все то уже делали контрол шифт диаметрии делал хидин гос холл все это тоже есть две детали есть первую деталь и вторую деталь вот так вот и первую деталь немножко уводим ну где-то вот так вот вот таким вот образом для чего это нужно потом узнаете и теперь мир а он объединяем все вот эти саптулы жмем мальч мерч даун окей так все вот это то что есть тут это у нас отправляем на экспорт рабочий стол жмем называем а меха 2 сохраняем вот такая штукенция получилась все в принципе нам забрать пока не нужен и и вот любимая моя программка скульптис альфа шестая давайте теперь подгрузим вот это то что экспортировали в принципе опять же повторяюсь можно все дальше делать и в забрать ну мне здесь комфорт не уютней в принципе пойдет так new сцен вот такая получилась рука первым делом что делаем смут все выглаживаем вот так вот чтобы не было всякой ненужной детали так вот таким вот образом ну и погнали теперь делать руку механизма робота что делаем включаем драйв включаем инверт и включаем клей подгадываем именно толщину размер и вот так все это дело так прибавляем детализацию чтоб ломки не было чтобы все было четко и вот так все это дело потихонечку углубляем так набросок есть переворачиваем модель и проводим вот по этой части вот так вот все это шифтом можно подгладить в принципе не паникуйте это только начало работы так вот такая штукенция следом берем флатен инверт отключаем и пойдемте давайте поработаем немножко сглаживанием вот так вот потом немножко вот так вот вот так вот ну и немножко вот здесь вот так вот бицуху подкорректируем вот таким вот образом следом тут тоже чуть-чуть все это дело подгладим вот так вот получается прикольно вот такая штукенция наметка следом что делаем вставим крис побольше кисть и побольше детализации теперь все это дело вот так вот подгоняем это будет у нас плечо вот так вот чуть-чуть вот так можно увести так что у нас теперь тут происходит здесь можно чуть-чуть тоже подкорректировать все это дело вот так здесь это делать чуть-чуть вот так вот проводим вот таким вот образом даем тоже корректировку наметку вот так теперь ставим граф клей инверт и делаем кисть поменьше и детализацию чуть-чуть побольше и аккуратненько вот так все это дело здесь моделируем вот так вот вот таким вот образом все это наметили можно теперь наметить тут вот таким вот образом здесь срост нам не нужен здесь мы сделаем чуть-чуть опять же кисть поменьше и вот так все это дело проведем вот так и и вот эту часть можно сделать чуть-чуть поглубже вот так так эта штука есть здесь чуть чуть тоже делаем ровно а здесь делаем чуть-чуть наискось и чуть-чуть кисть побольше вот это дело все подкорректировать надо шифтом все выглаживаем вот так вот и вот у нас все тут уже становится прикольно а теперь поработать надо вот этой закрылкой ставим опять же выравнивание типа polish типа flatten и делаем вот этот край ровным вот так вот а а этот край делаем чуть-чуть под углом вот уже смотрится прикольно этот край тоже чуть-чуть выравниваем и повторяем это с другой стороны вот с этой частью вот так здесь можно низ тоже подкорректировать под углом вот таким образом и немножко вот так все это дело преобразить закруглить вот так вот здесь теперь делаем вот так и немножко делаем вот так вот пока чтобы был вид именно более угловатый так наметка есть давайте поработаем теперь с этой частью вот именно с этой вот так и встаем и вот здесь вот так и и немножко приминаем не до конца а именно вот до этой части вот так смотрим с разных боков чтобы у нее был более менее прикольный вид со всех краев теперь можно чуть-чуть выравнивать вот так вот так а вот эту часть оставляем именно воздушную такую выпуклую мы потом подкорректируем так вот здесь тоже делаем выравнивание вот так и теперь ставим опять же драф клэй инверт так инверт отключим ставим кисть побольше и делаем вот такую штуку вот типа на рост а здесь сделаем совсем по-другому клэй отключаем и попробуем инверт тоже включить кисть побольше ставим размер и вот так уменьшаем и так углубление есть теперь следом ставим клэй и инверт отключаем размер подгоняем и вот так все это дело тут преобразуем вот таким вот образом вот такая штука получается теперь вот это все нужно чуть-чуть подгладить и кое-где вытянуть так вот здесь мне тоже не нравится чуть-чуть можно порисовать вот так и вот так вот угол и сделаем немного пасу здесь здесь будет шланг наверное вот так вот так следом что делаем здесь вот делаем вот такую штуку вот так вот наметку и опять же клэй и опять же инверт и кисти размер кисти поменьше вот где-то вот так вот и все это дело выглаживаем чтобы ломки не было и опять же приминаем и опять же выглаживаем так вот эту пускай мы ее потом подкорректируем будет смотреться классно так здесь чуть-чуть закруглим и вот эти части немножко выгладим так эта штука тоже есть так теперь что сделаем добавим у здесь вот еще наверное углубление вот так и проведем и немножко вот так вот типа сделаем угол вот такой вот все прикольно все нормально так теперь чуть-чуть уменьшим кисть и от этой части вот это сделаем тоже углубление все это дело выглаживаем и вот такая заготовка получается теперь нужно отбить именно вот эту вот плечевую часть вот от этой это тоже делаем клэем ставим побольше и вот так вот и и аккуратненько немножко отрезаем залазим теперь вот на эту часть здесь мы поставим другую механизму вот так вот и вот пошла ломка вот ее нужно теперь загладить чтобы потом не было казуца или можно ее чтобы убрать именно вот это поработать выравниваем вот где-то вот так вот потом мы это все дайномешем пройдемся будет все замечательно так все это есть первая часть готова и давайте добавим наметку деталей чтобы потом можно было их убрать или прибавить именно уже в зебраж опять же клэй опять же инверт отключаем и делаем вот такие штуки тут вот так вот одну эту штуку делаем вот тут делаем ее побольше чтобы можно было чуть-чуть и пригладить вот так вот и эту штуку чтобы можно было чуть-чуть подгладить вот таким вот образом так наметка сделана соединение есть плечо есть тут добавим потом механизму так ну вот набросок вот такой вот есть прикольный поработаем теперь с предплечьем делаем опять же драф клэй смотрим чтобы это все располагалось правильно вот в таком ракурсе и делаем это дело значит вот тут одну вот штуку делаем вот тут одну штуку делаем вот тут так наметка положено разделение тут будет теперь по другому идти теперь будет если тут по внутренней части то здесь будем кидать по наружке вот так что это поворачиваем опять же клэй инверт размер кисти поменьше поменьше еще даже можно поменьше и получается начинаем все это дело именно делить вот так вот вот таким вот образом теперь делаем пас тут вот так вот так вот так вот так и так считается и так ну вот так вот вот так вот есть такое дело теперь кисть побольше и вот эту часть вот так вот вминаем чтобы здесь потом было видно именно вот это крепление железку сам механизм вот так и немножко все это дело выглаживаем так теперь поработаем с этой частью здесь надо уже ее немножко подровнять вот так вот и теперь вот таким образом клей и инверт кисть побольше вот так вот а теперь кисть поменьше и делаем без инверта прибавляем где-то вот в таком духе так направление есть подрезочкой поработаем вот так порежем немножко поровней где-то под углом подрезку сделаем вот так помягче и вот так немножко ее преобразим изнутри так здесь вот так и здесь вот вот таким вот делом теперь здесь чуть-чуть поработаем полюшем вот так вот закруглением так что тут у нас получается чуть-чуть тоже подровняем этот край чуть-чуть тоже вот так вот выровняем с углублением вот так красиво получается вот таким вот образом и посмотрим что тут тоже здесь преобразим его вот так вот и немножко тут тоже сделаем поровнее чуть-чуть интенсивность побольше вот так вот так здесь пускай округлая будет а вот эту часть можно именно сделать вот так вот ровно и потом ее можно будет прорезать чуть-чуть так а эту часть можно тоже чуть-чуть сделать сделать косиной вот так вот вот эти шайбы тоже выровняем вот не смотрите что не кривовато здесь будет ровная часть потом здесь будет переходник и уже на трубку а это будет уходить крепеж в одну сторону этот другой ну вроде ничего не забыто единственно что можно еще немножко здесь поработать вытягиванием вот эту вот часть глобал отключаетесь и не вытягивает и вот эту часть трицепс чуть-чуть можно вот так вот преподать вот так вот ну и бицуху можно чуть-чуть пышнее сделать вот таким вот образом вот так так а теперь поработаем с плечевой вот это с плечом вот так чуть-чуть делаем плечо побольше так кисть поменьше делаем чуть-чуть ровнее тут все вот так вот переходник сейчас чуть-чуть наверное так как он тут выглядит вот такая штука чуть-чуть где-то подтянуть можно так что у нас тут вот вот этот момент тоже не забываем чуть-чуть его выравниваем и чуть-чуть его выглаживаем чтобы не было никаких потом казусов следом можно немножко сделать побольше углублений опять же клей инверт так вот таким вот образом и чтобы ломки не было все это дело вот увидите начало рвать control z control z немножко нужно здесь все выгладить и немножко подровнять сделаем уголки вот так вот вот так угол пройдем вот так вот ну а потом наверно тут вычитанием сделаем так эти заменим вот такая штукенция получается так еще чуть-чуть нож нужно выровнять так вот посмотреть что тут так так вот эту часть что-то надо наверно все-таки поменьше а вот здесь чуть чуть наверное побольше так сказал бедняк вот такая простая механизма получается заготовка под дальнейшие детали и моделирование руки киборга или робота все всем пока до свидания там вот а в